Они дали родине клятву верности и готовы сдержать слово. Учащиеся кадетского класса 31-й столичной школы приняли присягу. Дата выбрана не случайно. Именно сегодня отмечается День российского кадета. За церемонией посвящения наблюдал Рифат Фаткулин. Не просто торжество, а день, который запомнится на всю жизнь. Форма с иголочки, обувь и брестит, строевой шаг отточен долгими часами тренировок. 28 юных патриотов приносят клятву. Быть преданным своей семье, народу и отечеству. Добросовестно учиться развивать свой интеллект. Уважать начальников и старших, беспрекословно им подчиняться. Закалять свою волю и характер. Свято блюстить честь своего кадетского класса и своей школы. Товарищ полковник, я вам клятву принес. Достойно неси высокое звание кадетра. Служу Россией. После клятвы вручение удостоверений. Пятиклассник Артем Сенцов прекрасно понимает, какая ответственность ложится на его плечи. Я в первый раз кадет, то есть в пятом классе пошел. И мне этот день очень важен. Кадет – это военный, который должен хорошо себя вести, быть самым лучшим и подавать пример. Неудивительно, что эти ребята мечтают о военном деле. Одни хотят поступить в специализированный вуз, другие мечтают попасть сразу в Суворовское училище. Впрочем, их путь только начинается. Впереди у ребят годы учебы, а также занятия в спортивных и военно-патриотических секциях. Таких кадетских классов в Чебоксарах более 50. Класс УФСИН – это первый класс у нас в городе и в республике. На протяжении с пятого по одиннадцатый класс будут изучаться не только общешкольные дисциплины, те дисциплины, которые нам известны из учебного плана, но и более углубленное изучение общего коммунитарного цикла. Это общество знаний, правоведение, другие направления. На присяге рядом с юными кадетами учителя-родители. Их поддержка очень важна школьникам. Рифат Фадкулин, Андрей Шоклев, Республика.